Сегодня, собственно, хочу предоставить слово и представить нашего замечательного лектора Константин Богданов, один из самых ярких, неожиданных, необычных филологов в современном российском коммунитарном пространстве, представитель питерской филологической школы. Константин многократно, если не ежегодно, является приглашенным лектором-исследователем ведущих словистских и иных гуманитарных центров, ведущих университетов мира, таких как Принстон, Фрайбург, Констанс, Урбана, Хоккайто и так далее. Он автор очень интересных междисциплинарных исследований, которые выполнялись на стыке классической филологии, социологии, литературы, культурной истории, каких-то других, наверное, дисциплин. И также сейчас он является руководителем сектора междисциплинарных исследований знаменитого Пушкинского дома Российской Академии Наук. Вот. Ну, я думаю, таким людям лучше давать слово самим, а не слушать тех, кто их представляет. Итак, Константин Богданов. Спасибо большое. Говорите, что это хорошо. Я, извините, буду сипеть, потому что я здорово проследился, а вчера, зайдя в аптеку и спросив лекарства, услышал от добродушной пермской аптекарши на моей славы, что вот я у вас перми подзаболел, и сказал, ну вот еще. Вот. Я, наверное, все-таки из Питера привезу свою простуду. Я буду говорить по возможности микрофон. Вот. У меня вообще такая задача сложная и простая одновременно. Дело в том, что я хотел бы связать вот то, что объединило почти 60 человек в Питере вокруг темы про зайцев с некоторыми вещами такого вообще теоретического порядка. И здесь я хотел бы сказать следующее, что вообще лекции бывают двух типов. Один тип лекции – это когда лектор доносит нечто до аудитории, чего аудитория якобы не знает, а лектор знает, и он просто делает за аудиторию чужую работу. Второй тип – это когда лектор говорит результаты своих каких-то изысканий и доносит до аудитории какие-то свои новаторские результаты. Вот в нашем случае это и не то, и не другое. Мне хотелось бы скорее задаваться вопросами, чем давать ответы, потому что я хочу рассказать, с одной стороны, о составившейся конференции про ту самую философию зайцев, наделавшую много шума в Питере, в Москве и в благосфере, а с другой стороны, поговорим о тех реальных проблемах, которые стоят сегодня перед гуманитарным знанием. И я думаю, что они стоят гораздо более остро перед этим знанием, скажем, в той же Перми, чем в Питере и в Москве, где слишком много разного рода амортизаторов, которые помогают пока еще жить на каких-то старых основаниях. Так вот, в названии моей лекции есть три ключевых слова. Одно из них важное, но в сущности не очень интересное для темы, это «министр». Есть слово, наоборот, интересное, но не очень важное для темы, это «зайцы». И есть слово, которое и важно, и интересно, это «мемы». Вот в соответствии с этим распределением я о каждом из этих слов скажу нечто отдельное, а потом мы попытаемся это связать с тем уже таким расширением, которое у меня в этой лекции было. Что это сделано, это что действительно интересует сегодня гуманитарных ученых и как создаются сетевые сообщества, потому что прошедшая конференция, мне кажется, очень ярко выявила все эти вещи. Ну, первое слово «министр» не нуждается здесь в больших каких-то, наверное, обсуждениях. Мы знаем, с кем мы имеем дело, Владимир Ростиславович Мединский, человек, который зарекомендовал себя поразительным количеством скороспелых, одновременно агрессивных и невежественных заявлений, поэтому остается только удивляться, что этот человек до сих пор остается министром культуры. И в данном случае он имеет только тот сюжетный интерес, что он стал невольным инициатором большой конференции, связавший действительно очень много людей, единством такой цели, цели вроде бы ерундовы, поговорить о зайцах и тем самым подтвердить правоту Мединского, что ученые готовы заниматься всякой фигней, заниматься какими-то зайцами, вместо того, чтобы заниматься темами, которые могут быть расценены как прагматически важные, целесообразные, социально полезные и так далее, государственно эффективные и прочее. Предыстория этой конференции, на которой я принимал само участие и в организации, в которой я тоже участвовал, хотя и так сравнительно косвенно, заключается в том, что Мединский однажды, уже довольно давно, в одном из интервью сказал, что ему известен целый институт, который на бюджетные деньги на протяжении довольно долгого времени занимается изучением какой-то философии зайцев. Что это за философия зайцев, ему непонятно, и понятно, что этим можно только возмущаться, потому что вместо того, чтобы заниматься делом, люди занимаются какой-то ерунду. Но по итогам такого маленького расследования, которое провели мои коллеги, никакой институт философии зайцев, естественно, не занимается, и это словосочетание появилось на языке Мединского довольно случайно. Им у нас попалось просто стихотворение, предпосланное к одной книжке, где речь шла о трансмутации зайцев. Книжка была посвящена алхимии, написанная покойным таким культурологом Рабиновичем. И, в общем-то, можно было бы пройти мимо этого факта спокойно и, в общем, об этом не говорить. Ну, мало ли, сказал министр очередную глупость, и ладно. Но здесь интересна риторическая подоплека. Подоплека же это сводилось к тому, что в очередной раз, как подчеркнул Мединский, ученые занимаются действительно всякой фигней. Вот это очень интересно. Потому что интересно поговорить о критериях вообще вот этой самой фигни. Чем вообще заниматься ученым и какими критериями руководствоваться, чтобы мы могли говорить о социальной пользе, гуманитарных занятий. Это с одной стороны. С другой стороны, это заявление было шумно встречено в блогосфере, в общем, интернете, разделив публику на два лагеря. На тех, кто однозначно испытывал какие-то протестные настроения по отношению к Мединскому, и на тех, кто с ним солидаризовался. И поэтому, когда родилась вот эта идея проведения конференции, посвященной философии Зайцев, была опасность не скатиться именно туда, чтобы правота Мединского стала очевидной. Люди готовы действительно положить жизнь за то, чтобы изучать каких-то там Зайцев. Тем более философию Зайцев, о которой мы, в общем, ничего так и не узнали, потому что, когда мы подали такой call of paper насчет конференции, нам было подано очень много заявок, но философских заявок не было подано вовсе. Как-то публика отказывается заниматься философией Зайцев, а хотят заниматься чем угодно, но только не философией. Так вот, среди заявок, которые мы получили, и которые мы очень тщательно отбирали, потому что понятно, что провести конференцию, где есть 200 докладов, крайне сложно. Были самые разные темы, здесь достаточно упомянуть некоторые из них. Конференция собиралась долго, проводилась три дня, шла она в трех секциях, чтобы вместить 53 доклада, посвященные, собственно, Зайцам, и еще несколько докладов, посвященные тому научному и социальному контексту, в который эта конференция была вписана. Доклады были самые разные, но не предшествовало создание странички философии Зайцев в Фейсбуке, специальная страничка конференции. И вот тут и я, и мои коллеги столкнулись с очень интересной вещью. Мы столкнулись с тем, что огромное количество людей стало активно участвовать в перепостах, связанных с картинками, которые как там показывают Зайцев, с какими-то комментариями на Зайщие темы и прочее, и прочее. Вот что все это значит? Почему такое большое количество людей вдруг соорганизовалось, чтобы как-то показать свою увлеченность в Зайщую тематику? Вот это занято. Это, собственно, что? Действительно всех так волнует Зайцев? Или их волнует нечто совсем другое? И в какой-то момент стало ясно, по анализу всех этих уже сайтов, когда в них засветилось больше нескольких тысяч человек, что Зайц стал чем-то вроде такого мема, мема интернет-сферы. И интересно было подумать о том, как вообще эти мемы, собственно, работают. И моя вот тенденция выступить здесь, она во многом связана именно с этим. Каким образом ерунда, мемы и некоторые общие категории гуманитарного познания взаимосвязаны сегодня в таком социальном, в мире такого социального и научного взаимодействия. Ну, здесь я буду говорить некоторые вещи более-менее общеизвестные, но некоторые, может быть, более-менее и новые. Так вот, все мы знаем, что понятие мем было изобретено довольно давно, и изобретателем этого понятия был Ричард Докинс. И сегодня это понятие связано и со сферой смысловения тоже. Мем сам Докинс, этолог по образованию, изобрел по аналогии со словом «ген». Для него мем – это некоторая такая единица информации, которая наподобие гена содержит информацию, но не биологического порядка культурного. Вот как ген распространяется и редуплицирует сам себя, сохраняя некоторую базовую для организма биологическую информацию, так и мем – это некоторая единица информации, которая редуплицируется наподобие вируса и сохраняет в себе некоторую информацию культурного порядка. Само это понятие было признано чрезвычайно таким емким, информационно насыщенным и, в общем, эвристически полезным. Вплоть до того, что немного лет спустя, после того, как появилась книжка Докинса, она называется «Эгоистичный ген», она вышла в 1976 году, появилась сразу несколько работ, посвященные вот этим самым мемам, которые стали пониматься самым разным образом. То ли мем – это то, что выходит на уровне репрезентации, мы имеем нечто с тем, что мы можем увидеть, услышать, то ли это нечто, что остается в нас, как некоторый когниктивный слепок чего-то информационного и такого эвристически ценного. На этих основаниях родилась целая наука, она первоначально называлась меметикой и стал выходить в журнал, который так и назывался международный журнал «Меметика». Надо сказать, что наука это, в общем, приказала долго жить. В 2007 году основатели самого этого журнала заявили о том, что мы не очень понимаем поле, научное поле проблемы, потому что не очень понятно, с чем мы имеем дело. С некоторыми представлениями, которые находятся внутри нас, или все-таки с некоторой репрезентацией, которую мы можем извлечь извне, видеть в каких-то памятниках репрезентации и так далее. Но как бы то ни было, понятие это сохранило свою эвристическую силу и сегодня, особенно на уровне интернет-мемов. И мы все это хорошо знаем, когда задумываемся на такую тему, что, например, значили все бесконечные котики, которые заполонили, не знаю, там, сферу ВКонтакте или Фейсбуке еще несколько лет тому назад, сегодня котики приказали тоже долго жить, но в свое время они, в общем, скакали по сообщениям тысяч и тысяч людей. Что они значат? Здесь на память, конечно, приходит Бодриер, который когда-то пытался понять американское граффити и посвятил им целое большое эссе, пытаясь понимать это граффити содержательно. Он описывал граффити как некоторый протест, протест общества против чего-то. Вот против чего? Это некоторый протест, но не очень понятен адрес этого протеста. Во всяком случае, в содержательной интерпретации Бодриера граффити ограничивается вот этим протестным, собственно, комментарием, этой протестной аргументацией. Так ли это? Вероятно, все-таки ситуация более сложная и более простая одновременно. Во всяком случае, рассуждения Бодриера были высмеены. И применительно к мемам тут тоже есть некоторая сложность. Что все-таки значат котики или что значат вот эти самые зайцы, которые объединили так много людей вокруг себя? Очевидно, что очень многих задело само выступление Мединского и его тон, в котором, в общем, слишком легко опознавались привычные сегодня уже приметы властного контроля и вообще голоса власти, который внушает людям искусство или науке, чем заниматься. Так что, в определенной мере, эти зайцы, наверное, это, конечно, некоторый голос протеста. Этот протест как бы сплотил людей. Протест ли против конкретных высказываний Мединского или против чего-то более широкого, здесь мы можем гадать. Но интересно мы что. В свое время, например, занимаясь таким странным образом и таким странным словосочетанием, как чесать пятки, когда крепостные девушки чесали пятки своим господам, я столкнулся с очень интересной вещью. Дело в том, что в традициях официальной стереографии, как вы знаете, наверняка, крепостное право – это, конечно, не рабство. Крепостное право – это особая форма хозяйственных отношений, вызванная фискальными особенностями российского государства, еще чем-то, еще чем-то и так далее. Но, как ни странно, в русской традиции и в традициях такой вот неофициальной стереографии, есть некоторая лазейка. И эта лазейка была заполнена вот этим самым воспоминанием, вот этим самым воспоминанием о том, что крепостные девушки чесали на ночь пятки своим господам. И частотность этого мотива, она поистине удивительна. Сотни и сотни таких словосочетаний и таких воспоминаний мы можем найти в мемористике, в литературе 19-го и 18-го века. Вот эта мелочь, она как раз восполняет то, что историография недоговаривает. В сущности, нарбологический характер отношений, которые традиционно назывались препостными, в сущности указывает именно эта мелочь. Иными словами, мем всегда выступает как некоторое указание на что-то, что не ухватывается традиционными языками описания, когда мы пишем или говорим о каком-то социальном взаимодействии. Мем это всегда что-то, что ускользает из нашего разговора, когда мы говорим о том, как взаимодействуют власти, общество или разные социальные группы. Это важное замечание, потому что мы должны вообще поговорить, кто с кем в данном случае, собственно, коммуницирует. И здесь я хотел бы сказать, что гены хорошо соотносятся с такими понятиями, как эмоциональное сообщество и текстуальное сообщество. Вот в данном случае, я думаю, мы имеем дело с некоторым эмоциональным сообществом. Такое словосочетание, как эмоциональное сообщество, когда-то ввела такая видная специалист после веков, американка Барбара Розенбейн, которая говорила о том, что есть два типа общества или два типа сообщества. Есть общество, которое цементируется отношением к тексту. Вот есть текст Библии. Мы все, предположим, читали эту самую Библию. И нас объединяет знание этого текста. Ну, кажущееся нам правильным или неправильным, достаточно для комментирования или избыточным к этому комментированию. Но так или иначе, нас объединяет некоторый текст. Но можно допустить, что, предположим, первых коммунистов объединяло тоже знание некоторых текстов. Маркса или Ленина, или Сталина, не знаю, кого еще. Вот. А есть сообщества, которые связаны некоторыми эмоциональными единствами. Эмоциональное сообщество в ее описании – это некоторая группа людей, которые разделяют некоторые общие представления о проявлении общих эмоций. В этом смысле, вот, общность протеста, которая выразилась среди тех, кто как-то откликнулся на нашу конференцию, они в определенной мере выразились как раз в умножении, редупликации, бесконечной редупликации вот этих самых зайцев. Зачем этим зайцам? Почему они им нужны? Что именно формировало и мотивировало их интерес именно к этой теме – это второй вопрос. Но первый вопрос – это то, что раздражение вызвало само заявление Мединского. И в данном случае для нас это действительно важно, потому что, в сущности, содержательная сторона конференции в данном случае может рассматриваться как вторичная по отношению к тому, что объединило тех людей, которые как-то на нее откликнулись. И это уже такая проблемная и нетривиальная ситуация. То есть не нужно думать, что вдруг в Петербурге и Москве, а у нас были приглашенные люди из самых разных стран, от Израиля до Америки и так далее. Их всех безумно заинтересовали зайцы. Хотя, надо сказать, сама по себе конференция про зайцев выявила много вещей, которые доказали простые филологические истины. Был такой в XIX веке филолог Август Бек, который говорил, что собственно суть филологического метода – это познание познанного. Не познание неизведанного, как часто нас учат, а познание того, что уже известно. Потому что только очевидное способно, вообще говорят, поражать больше всего. Не неочевидное, а очевидное – то, что рядом. Вот то, что рядом, попадая в определенный контекст, начинает поворачиваться к нам той или иной стороной, вдруг оказывается действительно потрясающим интересным. С зайцами примерно то же самое. Ну вот вам хороший пример. Всем известен Псалом 103 из Библии, где говорится о том, что камень убежище зайца. И понятно, что для человека такой вполне себе книжной христианской культуры уже одно это оправдывает и те образы, и ту риторику, и ту метафорологику, которая связана с образом зайца в христианизированной культуре. Там много чего понаговорено про зайца, об этом я говорить не буду, это все доступно благодаря Википедии и разным умным людям, но вот Псалом 103 является центральным для интерпретации образа зайца в христианской православной культуре. Бог дал всем всякое, и каждый может на Господа положиться. Вот недаром и зайц получил это прибежище под камнем. Но задаемся вопросом, а какие, собственно, зайца на ливанских высотах? И действительно, когда мы смотрим древнееврейские источники или греческие источники, мы видим, что в древнееврейском источнике речь идет о странном зверике по имени Шафар, а в древнеславянских источниках – домат, а в греческих текстах вообще речь идет о еже. И мы понимаем, что на каком-то этапе перевода, интерпретации, реинтерпретации, трансмиссии библейского текста, вот тот странный зверек, который напоминает маленькую антилопу, в какой-то момент превратился в ежа, а в какой-то момент превратился в зайца и так далее. Зачем нам это надо? В принципе. С одной стороны, мы можем ответить на этот вопрос так, а почему бы и нет? Почему бы это не знать просто так? С другой стороны, вот этот маленький уже кусочек показывает, что филология – это наука, которая принципиально топчется на месте. Это хорошо. Потому что топтание на месте в данном случае означает некоторую перепроверку нарративного и социального опыта. Чтобы идти вперед, надо все время отходить назад. Именно так, скажем, работает экспериментатор в естественно-научных и точных дисциплинах. То есть, если критерием естественных наук служит эксперимент, то что является критерием гуманитарного знания? Это только попытка перепроверить исходные основания для того или иного суждения. В этом, собственно, и есть постулат Бёка «познать познанное». Еще раз отойти назад и еще раз подумать, зачем нам это надо. Ну, я сам сделал такую пробежку в своем докладе по зайцам в русской литературной традиции и тоже столкнулся со многими очень интересными вещами. Потому что абсолютно ясно, что с одной стороны, вот уж кого русские видели часто, так это зайцы. Тут их не нужно было выдумывать, не нужно было ежей превращать в зайцев. Зайцы были рядом, но почему-то русская литература до XIX века о зайцах ничего не пишет. А потом вдруг начинает писать. Очень интересно было посмотреть на те мотивы, которые позволяют это вчитывание производить. Это ломка целых жанровых каких-то определений. Это попытка преодолеть классифицистические или наоборот такие нарративные, аллегорические модели. То есть в какой-то момент упоминание об элементарной зайчей охоте начинает выступать как некоторое такое революционное дискурсивное начало, которое позволяет говорить о вещах из быта, из досуга, не из того, что связано с какими-то традиционными уже нарративами басни, характерологии, аллегории и так далее. Причем мы видим, как меняются эти характеристики. Я не буду пересказать свой доклад, тем более, что, я надеюсь, материалы конференции выйдут, и это будет и громадный том в 50 печатных листов. И могу одно сказать, что не случайно, например, что эти зайцы самые встраиваются в контексте, с одной стороны, такие бытовые, охотничьи, вполне себе вроде бы нерелевантные для каких-то критических обобщений, но вдруг они попадают в Достоевского, наоборот, в такие взвинченные истерические контексты, где заяц приравнивается чуть ли не к Богу. Если вы вспомните в «Бесах», в «Славах Шатова», когда он говорит, приводит вот эту знаменитую поговорку, если вы хотите гуляш из зайца, вам нужен заяц, а если вам нужна вера в Бога, то нужен Бог. И он говорит Ставрогену, я найду вам зайца, и зайц в данном случае приравниваться не к кому-нибудь, как Богу. Это такая кода вообще возрождения России к чему-то новому. Тут много можно философствовать на эти темы, я этого делать сейчас не буду, хотя даже перечень докладов, которые вот были у нас на конференции просчитаны, он говорит, насколько по-разному можно интерпретировать те или иные сюжеты и в какие интересные контексты они встраиваются. Слово «контекст», оно ключевое. Дело в том, что современный филолог, как, наверное, современный историк, имеющий дело с фактами по определению неточными, условными, или, по крайней мере, допускающими те или иные оговорки, он занят посильной контекстуализацией своего разговора. Это вписывается в общей стратегии культуры 20 века, когда важным оказывается не объект, то, о чем мы говорим, а наше напряжение, наше отношение к тому, о чем мы говорим. Не даром все инновации, собственно, гуманитарные и философские 20 века, они связаны именно с теми ключевыми словами, которые говорят об этом напряжении. Это и развлечение-различание, да, это и письмо и так далее. Вы можете вспомнить очень много таких слов, это и власть та же самая, но это всегда некоторое напряжение между субъектом, говорением и объектом этого говорения. Недаром 20 век породил огромное количество вещей, явно несмотребельных, явно нечитабельных, потому что важным оказывается не объект, а наше отношение к этому объекту. В этом смысле вот эти самые зайцы, они в данном случае могут быть поняты именно так же. Важнее поговорить не о зайцах как таковых, а о том, что делает их интересными для филологического изучения. Некоторые вот эти вопросы у меня безответны, я их хочу обратить к вам, но в данном случае скажу следующее. Я уже говорил о том, что эмоциональные сообщества выстраиваются как сообщества людей, объединенных некоторыми общими эмоциями, так как текстовые сообщества это сообщества людей, объединенные знанием некоторых общих для них текстов. Зайцы в данном случае как мем, они, конечно, породили некоторые схожие эмоции. Это то, что породило некоторое эмоциональное сообщество. И здесь я бы перебросил мостик к тому, чем занимается современное искусство. Что оно порождает? Порождает ли оно сообщества текстуальные, текстовые или эмоциональные сообщества? И каким образом наука и искусство в данном случае схожи или не схожи? Имеют ли право ученые говорить о том, что они порождают некоторые эмоциональные сообщества? Вот мой ответ, что да, могут. Более того, именно признание этого факта делает современную гуманитарную науку наукой, а не попыткой воспроизводить дидактические дискурсы педагогики прошлого времени. Дело в том, что мы привыкли думать, что любая наука оперирует некоторыми точными сведениями и стремится к некоторому точному знанию. Верха такой акребии научной это знание достигло в немецкой историографии, когда Отто Ранке сказал, что любой историк стремится к тому, чтобы знать, как оно все было на самом деле. Мы очень хорошо знаем, что мы можем к этому стремиться на основании определенных правил историографических. Есть правила верификации и есть правила фальсификации научных данных, то есть правила проверяемости и правила опровергаемости. То есть это базовые знания, это базовые критерии научного, научного вообще, научный рамп. Но вместе с тем мы очень хорошо... ... ...